здравствуйте в эфире общественное радио медиаметрический z микрофона веревки металле из передачи со страхования на ты наши передачи мы говорим о том как и что можно застраховать и как получить страховую выплату сегодня тема нашей передачи страховой случай у меня сегодня уникальный гость владимир борисович зайковский здравствуй дядя вова здравия знаем друг друга давно поэтому можно говорить да слушай ну вот у нас тут было много кого интересные собеседники мы говорим о том что страхует как страхует и прочее но сегодня у нас интереснейшая передача а как же заставить страховщика заплатить или скажем так как страховщик работает со страховым случаям поэтому для того чтобы начать давай поймем с1 наступила некое событие но на своему страховой случае за Putin может быть разная может быть пожар может быть там добавал может быть обычно этот ealamus крана упал или пьяный попал под лошадь вот какие события могут быть расценены как страховые какие не могут быть расценены как страховые ну в прежде всего следует сказать о том, что страховым событием оценивается то событие, которое имеет признаки, как вы понимаете, случайности. То есть мы страхуем от случайности, намеренного какого-то события. Вот это основной принцип, пожалуй, страхования. Мы страхуем от случайности, то, что происходит с людьми ненамеренно, а совершенно случайно. Это прежде всего. Отсюда различные типы страхования. Это обязательные виды страхования, добровольные виды страхования. Мы об этом, наверное, говорить сейчас не будем, чтобы не морочить голову телезрителям и слушателям. Если более конкретизировать, то есть, какой страховой случай имеется в виду в данном, в нашей ситуации. О чем речь идет? – Да, представим, у человека залила или сгорела квартира, выбирай любое. – То есть, это имущество, квартира застрахована. – А может быть, товар на складе наш с тобой любимый. – Внезапно его залило. Прежде всего, вы имеете в виду действие страхователя, то есть, что он должен для себя определиться. – Что нужно сделать для того, чтобы страховщик включился в процесс и в итоге это привело к страховой выплате? А может быть, и не к выплате? – Ну, наверное, прежде всего нужно повести страховщика. Чем скорее он сделает страхователь это… – То есть, скажет, позвонит или… – Да, или позвонит, или сообщит. Не знаю, любым удобным для него способом. Потому что события происходят в разных местах, не всегда есть средства коммуникативной связи. Когда-то, допустим, на плато Устюр, где нет связи. Ну, что-то произошло. – Максимально быстро сообщить страховщику. Естественно, дальнейшие действия в соответствии с договором. Потому что, к сожалению, основная ошибка страхователя, что зачастую лицо, юридическое лицо, физическое лицо, которые застраховали какой-либо вид, значит, приобрели страхование, работают с договором, они не знают всех особенностей этого самого договора. Договор подмахивается, и потом человек просто не в состоянии, значит, быстро определиться. Во-первых, это нагрузка моральная, потому что что-то произошло неадекватное, человек не ожидал, оно произошло. И только не в первое, а в последующий, в последующий момент вспоминается, что, оказывается, все это застраховано, и нужно что-то действовать, предпринимать. В этот момент растерянность. Если это касается ДТП, то, естественно, тут же помогает обращение в страховую компанию. И чаще всего, чаще всего, я говорю не всегда, но страховая компания оказывает поддержку. Либо эта поддержка идет по телефону, человек ориентирует, что нужно делать после наступления. Ему говорят. Да, ему непосредственно говорят, потому что страховщик, он видит в базе, как человек застрахован. Потому что, повторюсь, человек даже сочетую не знает, как он застрахован. То есть, у него какая-то страховка есть, но не представляет, о чем идет речь. Застраховал ГБО, то есть, ответственность за автовладельцы перед третьими лицами, а на него упало дерево на машину, условно говоря. То есть, он не представляет. Он говорит, ну я же застрахован. И обращается в страховой компанией. Ему тут же говорят, что, извините, но вы застраховали только свою ответственность. То есть, если вы причините в свою машину кому-то, страховая компания покроет убыток. А в вашей ситуации, как ваша машина застрахована не по каску. Если бы она была по каску, то тогда мы и приехали, обратили внимание на это дерево. и считали ущерб, и все мероприятия проводили, а вы застрахованы только по ГПО. То есть на начальном этапе страхователи сразу же ориентируют. Первая консультация? Первая консультация идет напрямую от страховщика. Это самая грамотная консультация. Помогает, естественно, люди... Кол-центр. Кол-центр. Это кол-центр, который есть во многих компаниях, которые работают круглосуточно. Там сидят специалисты обученные, которые могут четко по полочкам разгрожить весь порядок действия, алгоритм действия человеку, попавшему в такую беду, то есть когда наступил страховой случай. Ну а страховщик-то выезжает на место? Страховщик чаще всего, чаще всего, и все это зависит еще от того, какая компания работает. Компании достаточно уверенно сидящие на рынке, то есть достаточно давно работающие, они имеют штат аварийных комиссаров, которые обеспечивают выезд на место. Это в интересах и страхователя, и страховщика, потому что страхователь получает непосредственную помощь, консультативную помощь, оперативную помощь от специалиста страховой компании, а страховщик имеет возможность увидеть по-свежему то, что произошло на самом деле. Или не поздним числом, когда все следы скрыты там, или когда там подготовлено какое-то мошенничество. Мы это видим своими глазами. Конечно, это идеальный вариант для страхователя, для страховщика. То есть страховщик все-таки хочет выезжать на место страхового случая, для того, чтобы, первое, оказать помощь, второе, зафиксировать все обстоятельства, ну и, наверное, это все-таки ускорить. А это ускоряет автоматически, потому что мы ознакомились с обстоятельствами, собираются первичные какие-то документы с места события, пишутся заявления на месте, это значительно сокращает время обращения и последующие действия, связанные с выплатой. Ну, то есть, называется, хочешь быстро получить выплату, вызывай аварийного комиссара. Обращайся в страховую компанию. Потому что не всегда аварийный комиссар приезжает. Бывает час пик. Вы знаете, город Алмада, допустим, или Астана, где страшные бывают вещи в час пик. И даже большой штат аварийных комиссаров не в состоянии обеспечить все выезды. Поэтому идет дифференция. Гололед первый и никто не... Гололед первый. Вот сейчас у нас предстоят эти первые гололеды, это пресловутый днить жестянщика, который наступит с первыми холодами у нас и гололедами. И тогда, конечно, аварийные комиссары будут на разрыв. Это просто на разрыв. Потому что, ну, не мы в состоянии обеспечить все выезды. Тем более, улицы забиты и проезды такого, особенно в час пик, когда это наибольше часто происходит. Конец рабочего дня, начало рабочего дня. То есть масса передвижений на работу с работой. В этот момент, к сожалению, происходит. То есть аварийным комиссаром тоже достаточно сложно долго добираться до места. Вот, поэтому идет дифференцировка. То есть либо можно ограничиться просто консультацией. Но, условно говоря, две дамы не поделили дорогу. И одна другая нанесла чирк какой-то там, значит, слегка попортила... Устроили скандал. Да, устроили скандал. И, значит, апеллируют к вызову аварийного комиссара на место. Но аварийные комиссары в это время покрывают настоящие выезды, где не какие-то разборки между дамами произошли, а серьезную ущерб. То есть машины в гребезге разбиты, есть жертвы. Еще что-то такое. Естественно, в этой ситуации мы делаем дифференцировку. Аварийный комиссар выезжает туда, где сложнее. Там, где действительно так. Очень серьезно, да. Чаще всего так. Другой вопрос, когда аварийные комиссары абсолютно все свободны, тогда легко и просто можно и выехать. Это не является обязательной частью. В некоторых договорах, особенно добровольных, прописано. Это часть, что аварийный вызов аварийного комиссара в обязательном порядке. И тогда аварийный комиссар неизбежно выйдет туда, отложит все дела и поедет туда, потому что это обязан. А аварийный комиссар выезжает на такие сложные страховые случаи, допустим, там, ну, залив, пожар. Да, да. Особенно пожар. Особенно пожар. У нас пожары в последнее время горят достаточно часто. И возгорание на таких объектах, которые, в общем-то, иногда... Ну, это базары, это рынки. У всех на память это пресловутые все пожары, которые происходят на рынках. Я уж не знаю, с чем это связано. Не буду удаляться в эту часть экономическую и социально-политическую всех этих пожаров. Жажда наживы. Жажда наживы, скорее всего. Не поделив какие-то вещи, вот тебе и пожар произошел. Вот, но человек застраховал, значит, он надежден на то, что потом все эти убытки все будут покрыты. Зачастую даже, это мы уже говорим о страховом мошенничестве. Об этом чуть позже. Об этом позже. Ну, хорошо. Значит, для страховой компании, конечно, очень важно, особенно связанно с заливами, с пожаром, увидеть прежде всего, то есть по-свежему, все, что произошло. Для того, чтобы у страховщика сложилась правильная картинка о том, что произошло. И, естественно, дифференцировка между тем, что это случайное событие и это намеренный поджог. Мы не делаем никакого анализа, но мы видим, мы получаем полную информацию, потому что последующие действия, это соответствующие органы, которые будут определять, намеренный был поджог или не было поджога, или это случайность. Но у нас первая свежая информация, складывается впечатление, и мы уже начинаем работать в направлении в том, который получил первую информацию аварийный комиссар. Дальше развитие событий идет уже... А аварийный комиссар, акт осмотра имущества должен составить или нет? Все зависит от договора. Вот, допустим, если касается автомобильных каких-то проблем, то есть ДТП, обязательно акт составляется на месте. Обязательно. Описываются все повреждения? Описываются все повреждения, фотографируется подобный фотоматериал, делается обстоятельство наступления страхового случая, с разных позиций, фотографируется место страхового события, то есть данное ДТП. Вот, зачастую даже аварийный комиссар, в частности наши, они даже делают отметки, как, соответственно, правилам дорожного движения, делают отметки и убирают машины с трассы. То есть для того, чтобы, потому что, ну, Алмата город такой тесный, чтобы не создавать пробок, машины просто паркуются, и приезжающие потом сотрудники дорожной полиции, вполне доверяя работе аварийных комиссаров, поскольку даже есть фотоматериал, который подтверждает, значит, они делают замеры, соответственно, на этом месте. Но, когда происходит залив, например, проводят также подробный фотоматериал, но при этом акт, как правило, составляется условный. То есть мы не знаем, что там, как, когда вспучат полы, условно говоря, возможно, их вообще вспучат или не вспучат. Но фиксируете, вода на полах была. Полностью фиксация, аварийный комиссар обязан полностью зафиксировать все повреждения, которые могут повлечь убытки. А если не фиксирует, что делать? Ну, значит, это, ну, нет, это аварийный комиссар. Нет, ну, это не аварийный комиссар. Вот клиент говорит, вот у меня вот знаете, здесь вот еще какую-нибудь штуку замочило там или она подгорела. Покажите эту штуку. Аварийный комиссар обязан узнать и связать вот эту штуку, на которую ссылается клиент, с данным страховым событием, с заливом. То есть если он показывает, что у меня вспучило полы, а полы залило только сегодня, то с данным событием это связать не можем. То есть при нормальном страховом случае можно посоветовать людям требуйте от аварийного комиссара указания полного списка того, что находилось под воздействием негативных факторов воды. Да, связанных с этим страховым случаем. Будь то залив, пожар, все что-то такое. То есть чтобы он обязательно в этом все дело указал, чтобы потом лишний раз мы что-то там не докажем. Потому что потом юристы, рассматривающие это дело, так называемые выплотники, они будут внимательно смотреть фотоматериал, который был из первых рук, и то заявление по убытку, которое даст страхователь. Ну а вот когда либо аварийный комиссар выезжает на место, либо люди приходят в страховую компанию, насколько вообще понимание людей того, что они застраховали, соответствует тому, что произошло? То есть вот они ожидали одно, ну вот у меня был такой интересный случай в жизни, когда к нам пришла одна женщина и говорит, знаете, на мою машину упал лед с крыши, повредил, понятно, нанес достаточно серьезное повреждение. В договоре такого нет, у нас в договоре было только падение летательных аппаратов. Она говорит, ну давайте вот подлетательный аппарат, но в договоре было написано, что он должен быть управляемый, а он сразу ничем не управлялся, этот лед. Вот насколько вот такие вот ожидания клиентов, когда вот они врезал в дерево и говорят, ну вот от чего застрахован? Вы знаете, я уже в страховании больше 20 лет. Так. Вот, и я скажу так, что ну большая половина граждан, которые обращаются в страховые компании, они зачастую имеют представление достаточно смутное о том, что они застраховали, как и от чего, и в каких случаях. Так они же деньги не платили. Деньги заплатили, безусловно, это основной аргумент. Кстати. Что, сами себя обманули, что ли? Да, ну к чему сами себя обманули. Или кто-то обманул. Люди просто невнимательно читают договор. Они невнимательно знакомятся с тем видом страхования, который им продали. А может, менеджер впарил, сказал, что вообще от всего застраховывают? Про менеджера не будем говорить. У менеджера задача одна – продать. Так. Вот. Это, кстати, вот к негативу относится. Поэтому есть недобросовестные менеджеры, которые обещают стрику работать, а исполнять потом страховщику, да, то есть страховой компании. Вот. И здесь самое большое разочарование, потому что человек говорит, вот мне менеджер пообещал одно, второе, третье, четвертое, я страховку купил, а на деле, когда со мной произошло, да, вы мне говорите, вот есть договор, показываете пункты договора и говорите, что вот за это, за это мы оплатить не будем. Человек чувствует себя обманутым. То есть ему наобещали одно, а по факту произошло другое. Еще раз повторяю, граждане, милые, читайте внимательно договор, знайте для чего, от чего вы застрахованы. А вот, когда наступил страховой… Это касательно грамотности. Когда наступил страховой случай, договор у нас надо читать до того, как позвонишь страховщику или после? Желательно договор знать, в части, особенно по наступлению страхового случая, его действия, это нужно знать заранее, то есть человек купил билет в кино, да, он знает, на какой сеанс пошел, да, он знает, что он будет смотреть, условно про Тарзан и все, про что-то. Почему нельзя относиться точно так же к договору страхования? То есть ты застраховал, и ты должен понимать, что ты застраховал и от чего застраховал. А сколько занимает время, вот, ну, скажем так, от страхового случая до получения выплаты, ну, то есть получения денег? Ну, все зависит от расторопности, так сказать, органов наших, если касается дорожного движения, там, или пожара, да, потому что страховщик, прежде чем совершить выплату, он должен собрать определенное количество информации, в том числе документального материала, для того, чтобы сделать на основании его выплату. Это закон, никуда не попишешь, страховщик не может просто так вытащить из кармана деньги, сказать, спасибо, вот, пожалуйста, получите эти деньги, сколько вы хотите, столько-то, нате, возьмите. Нет, так не происходит. Человек, конечно, должен в начале страховой компании или выплатники должны собрать материал, подтверждающий сам факт наступления страхового случая. Ну, это документально. Ну, что событие произошло. Событие произошло, не вызывает сомнений. Оно произошло, оно зафиксировано. То есть, все, страховой случай, можно сказать, наступил. Потом сверить с договором. То есть, посмотреть, страховой случай, данный попадает под договор. Событие. Да, само событие попадает под договор, что оно застраховано, то есть, от него чек застраховал себя, да, попадает. И дальнейшее действие, соответственно, материал собирается и выплата осуществляется только тогда, когда определен ущерб, документально подтвержден ущерб. То есть, каждая копейка, которую плачет страховая компания, она подтверждена документально. С бухты-барахты никогда ничего не делается. То есть, финансовая организация, которая работает достаточно сложно, четко, часто проверяет, и она не может позволить себе таких ошибок или каких-то казусов, связанных с, ну, завышением каких-то этих выплат. А кто оценивает? Как ущерб определяется? Ой, сейчас о каком ущербе мы будем говорить? Если мы о пресловутом нашем... Нет, давай, давай, в общем, вот и есть по группам, допустим, да, вот у нас твой любимый товар на складе, да, как там был определялся? Машина, я не знаю, там, дом. Значит, если касается машины, да, начнем с самого популярного, самые массовые виды страхования, это машина, автотранспорт. Естественно, здесь существует масса экспертов на рынке нынче, которые желают помочь. Или они так думают, что они эксперты? Ну, они так думают, я чувствую, что они эксперты. Потому что достаточно серьезно работающие эксперты, давно на рынке, они уже работают в определенных рамках, законодательных рамках, они придерживаются определенных нормативов, которые позволяют им определять этот ущерб. То есть, есть программа, пресловутая программа «Аудотекс», которая определяет ущерб. Она далеко не пресловутая, очень сложная штука, но правдивая. Правдивая, да, тем не менее. То есть, та программа, которая позволит наиболее объективно понять размеры убытка. Сколько стоит восстановить машину? Да, сколько стоит восстановить машину. По мнению программы, опять же, потому что то, что считает программа «Аудотекс» и то, что на рынке происходит, это зачастую разные вещи. Так. Ну а если человек говорит, знаете, я вот не хочу мятую дверь. Я хочу ее заменить. Я хочу новую, и что блестело. Понятно. Программа «Аудотекс» может позволить и понять, эту дверь нужно менять целиком, или она подвергается ремонту. А если станция говорит, я могу отремонтировать, я могу ее заменить? Да, пожалуйста, пусть ремонтирует. Но страховая компания не выплатит полностью за ремонт, за замену. Страховая компания выплатит только в том объеме, в каком она обязана выплатить. То есть, если «Аудотекс» говорит, что она ремонтная, значит, она ему заплатит, исходя из ремонта. Человек доплатит свои деньги и заменит, пожалуйста, на новый взгляд. То есть, страховщик не оплачивает различного рода улучшения? Улучшения, конечно, ни за что. То есть, улучшение – это за другой счет, но не за страховщик. Это за другой счет, за счет виновника, если кто-то ударил, то он учит его. Страховая компания выплачивает строго в своих объемах, лимитах, которые для нее положены. А если человека сбили на дороге и он джинсы порвал новые, красивые, заплатят? Хороший вопрос. По джинсам ущерб причинен. Если связь будет со страховым событием, я полагаю, что так. Не, ну человек на капоте прокатился, потом по асфальту порвал крутые джинсы от кого там? От Роберто Кавали. А не китайский производитель, который сделал, в подполе сшил, но пришел табличку Роберто Кувало. А что это не Роберто Кувало? Да, конечно, совершенно верно. То есть, все должно быть подтверждено документально, любой убыток. Ну, если все-таки Кавали заплатят? Надеюсь. С Кавали еще за 20 лет ни разу ко мне не попадали. Ага, значит, входите в Кавали, но не дай бог вас завет машина. При этом иметь чеки, что это Кавали. А, ну, нет. Ну, а если на самом деле, ну, Кавали у меня я вот принес, вот чек Кавали вчера купил. Я полагаю, если документально все будет подтверждено, то заплатит. Серьезно. То есть, документы в массы, деньги в массы. Любая претензия должна быть подтверждена. Любая претензия. За это причем, наверное, морально, да? Не, ну, морально, если у тебя в машине только оделся легким испугом, то, конечно, морального здесь нет. А если на джинсах прокатился и, извините меня, процарапал что-нибудь, то уже... Ну, опять же, только в судебном порядке, если суд вынесет решение, что моральный ущерб причина. Моральный ущерб вообще не покрывает. Смотря по какому виду. А, нет, нет. А вдруг? Не знаю. А вдруг? У нас был разговор, сказал нет у алтаря, получил моральный ущерб. Да, это моральный ущерб. Вот. Совершенно. Почему бы нет? Другое дело, что такого вида у нас на рынке еще нет по моральному ущербу. Но за рубежом, я полагаю, вполне может быть. Слушай, а вот, хорошо, сгорел бутик, шубы сгорели. Вот что же, за шубы тоже платят? Естественно. А как определить, это мексиканский тушкан или... Существуют экспертизы, просто так не заплатят, я уже говорил об этом. Ага. То есть, это продюс многочисленной экспертизы, останки от этой шубы, не знаю, документы, которые подтвердят, что это пошли из Мексики, оригиналы, что они минули таможен, что это достаточно сложное... Что это все-таки был тушкан. Да, что это был тушкан, а это не был там барс шанхайский. Какой песец северный. Да, северный песец. Вот. Нужно будет доказать. И страховая компания ищет эти доказательства, и зачастую... Ну, по накладным, вот 10 тушканов, значит, 20 песцов и 4 барса. Да. Если страховую компанию убедили, что это именно так и есть, и страховая компания не возражает против этого, и она понимает, что так и есть, потому что достаточно убедительные доказательства, конечно, заплатят. А если крысы были? А заплатят за крысы. За крысы. По живому весу. Наверное. Отдевать не заставят, да. А, то есть, ну, все-таки для того, чтобы за них заплатили, нужно, первое, посчитать, что было. Да, реальный убыток. Ну, вот нет, я повторяю. Нет, вот помнишь, мы с тобой не будем здесь недалеко находиться в заведении. Пожар-таним. Да, 10 тысяч наименований товара. Да, да. Три месяца мы считали. Три месяца ты приходил черный, и от тебя пахло. Потому что считали абсолютно все, начиная от карандашей и заканчивая резинками. Нужно было определить реальный ущерб, причиненный этим пожаром. То есть, нужно было посчитать? Да, конечно. А прилили степень ущерба причиненного. Что было прилили? Что нужно было? Ну, вот полное уничтожение, мы говорили, что за полное уничтожение делается как бы замена, да? Ну, поэтому есть все-таки оценщики и экспертизы. Ну, а какие все-таки, ну, у тебя опыт большой, но у меня тоже не маленький. Какие ошибки типичные клиенты совершают, когда у них происходит страховой случай, или как клиент может себя неправильно вести при урегулировании? Ну, неправильно вести себя, прежде всего, он ведется, грубо говоря, в это слово говорю, ведется на подсказки так называемых посторонних участников, которые, в общем-то, и не участники, которые тут же начинают появляться откуда-то, я не знаю, как грибы выползают. Помогайки. Да, так называемые помогайки. В России они называются по-своему, у нас они называются помогайки. Значит, вот, это грифы, как я их называю, которые, стервятники, которые караулят такие вот вещи, им сообщают, информация проходит по разным данным. Даже есть у меня информация, якобы даже от сотрудников дорожной полиции. Информация приходит от ДТП, люди приезжают и начинают, мягко говоря, разводить участников страхового события. Так что, страховые случаи теперь стали бизнесом? Безусловно, безусловно, это бизнес, и чем дальше, тем больше. Причем на этом бизнесе, и раньше это считалось, это бизнес только страховых компаний, теперь это так многочисленные вот эти грифы, стервятники или пиявки, которые пытаются заработать на страховых случаях, пользуясь тем, что вот, знают какие-то особенности страхования, моменты, юридические моменты, которые позволяют им выкручивать пальцы или попытки делать выкручивать пальцы страховщикам, то есть получить больше, чем положено. А почему они появились, откуда они взялись, эти парни? Ну, давай честно, почему вот эти вот люди имеют место быть? Диверсальный экономический аксусловер в республике, который зачастую… Диверсальный ответ – жажда наживы. Жажда наживы, совершенно верно. Так, а какая еще ошибка у людей, которые… Ну, люди начинают слушать, то есть слушать вот этих помогают. Не надо слушать. Что они им говорят? Нужно связываться с оператором колл-центра, строго все регистрировать, делать в соответствии с договором. А, то есть они приезжают и говорят, ты гражданин, ты вот туда не ходи, ты сюда ходи. Да, слушай меня, тебя страховая компания обманет. Да. Неизбежно обманет. Вот я тебе стопудово говорю обманет. Достаточно убедительно, я могу сказать, что страховщик тебя обманет. Давай так, ты мне уступаешь свое право требования, как правило, то есть в страховой компании, а я тебе сделаю все в шоколаде. Просто замечательно. Прямо на месте составим договорчик, и я вместо тебя буду бегать куда-то, все делать, а ты только деньги получать. Все, проблем не будет. Ну, клиент выигрывает или теряет от того? Конечно, теряет. Конечно, теряет. Логически даже предположить, что вот этот помогайка, пиявка, это будет делать из добрых побуждений, альтруистических каких-то. Это ну просто нонсенс. Нет, ну а может он. Этот человек должен заработать на этой аварии. Сколько ты получишь, это уже будет твоя проблема. Потому что ты можешь получить мизер, а на самом деле, если ты напрямую обратился в страховую компанию, ты получил бы гораздо больше. Вот эту часть, которая гораздо больше, по закону положено в этом страховом случае, получает помогайка. А бедный потерпевшим зачастую об этом даже и не догадывается. Он получает свою мизерную мзду и на этом доволен. То есть, самая главная ошибка то, что человек не открывает договор и не открывает там полисы и не звонит туда, куда нужно. Да, не звонит в страховую компанию, не поступает в соответствии с договором, не поступает так, отходит от того алгоритма действий, который должен предшествовать страховой выплате или после наступления страхового события. А было так, что аварийный комиссар с помогайкой встречаются на страховых случаях или нет? Вы знаете, страховые компании стараются отследить, максимально отследить честность своих сотрудников. Потому что, Виталий, для вас это, конечно, не секрет, что большинство страховых мошенничеств происходит при участии сотрудников страховых компаний. Да, не секрет. Это не секрет, да. Потому что достаточно сложно создать такую картинку или конструкцию страхового случая, что без участия страховщика или агента, или аварийного комиссара, или выплатника. Как правило, на каком-то из этапов должны сработать все-таки служба безопасности и система безопасности страховой компании. То есть, своего оплотника нужно ходить или леять? Своего оплотника, конечно, и аварийный комиссар, в том числе. Глаза и уши на ДТП. И большинство договоров, которые впоследствии будут мошеннические, на самом деле, удается предотвратить благодаря работе аварийных комиссаров, в обязанности которых входит делать предстраховые осмотры. То есть, они должны увидеть объект страхования до заключения договора. И на этой стадии уже отсечь мошенников. То есть, посмотреть имущество на самом деле есть? Да, на самом деле там находится. Потому что масса случаев, когда я в Питере работал, допустим, когда страховать вдруг начали дачи. Начали дачи страховать на берегу Невы со страшной силой. Непонятно, потому что обычно это не популярный вид страхования, дачи особо так не страхуют. Но тут вдруг улицей целой страхуют. Может, агент был хороший? Может, агент был хороший. Но аварийный комиссар съездил, посмотрел. Но был грамотный аварийный комиссар, который начал спрашивать население не только по той части, где страхуются, а немножко глубже. Почему страхуют? И получил шикарный ответ. Оказывается, Нева меняет русло, подмывает берег. Эти дома в ближайшее время должны рухнуть и съехать в Неву. То есть случайность уже исключается. Это уже страховое событие, которое намеренно наступит, неизбежно наступит. Или случай, когда машина, естественно, уже была повреждена в ДТП и решили ее застраховать по КАСКО, чтобы получить максимальную прибыль от этого и восстановить полностью машину. И аварийному комиссару предлагается зайти в сговор и посмотреть автомашину, которая внешне выглядит точно так же, как страхуемая, но не совпадает только код, ВИН-код автомашины. А так цвет номера перевешивают и все. И аварийному комиссару говорит, давай быстренько мы это делаем. Провернем, получишь свою мзду. То есть получишь страховую компанию. Опять же, участие... Получил это? Да нет, вскрыли. Хорошо. Вскрыли, да. То есть у нас был, кстати, вот далеко здесь БМВ-центр. Отработали по этой машинке, там порядка 11 миллионов, нам удалось сохранить. Потому что там вступил в сговор менеджер, который страховал автомашину. Мы с тех времен поменяли схему. Менеджеры, которые страхуют, они больше не участвуют при страховом смотре, они не имеют права на это. Ну, то есть у вас практически еще и артисты? Ну, есть народ артистов у нас. Ясно. А менеджеры особенные. Особенные артисты. Скажи, пожалуйста, а клиентский шантаж? Как с ним часто приходится сталкиваться и злоупотребление? Правильно говорит, вот я у вас застраховал машину, а вы мне еще выплатите за дом, дачу и на Лазурном берегу. К сожалению, таких вот товарищей приходится немножко охлаждать. Потому что есть на руках договор, опять же ссылка на все пункты договора. Ему на пальцах отчетливо показывают, уважаемый товарищ, вы застраховали только вот это, вот это, вот это. Вот в таких лимитах, вот с такой ответственностью. А что требовали? Пожалуйста, получите. А требовали всегда больше. Так. То есть всегда больше. Неизбежно больше. Нет, ну больше или... Какой идти? Условно, как правило, если это связано с машинами, то народ требует восстановления на сервисе. У него, извините, Мерседес, разбитый там 904 года, да? А он говорит, я хочу восстановить машину на Блюстар. То есть на глобой звезде. Так. Будьте любезны мне, восстановите машину там. Машина у меня дорогая, как память от дедушки. Ага. Вот я хочу, чтобы она выглядела абсолютно новейцем. Слушай, ну а если на самом деле такая машина? Ну, есть же какие-то коллекционы. Раритеты. Ну, не то, что раритеты. Ну, не знаю, какая-нибудь там... У меня вот был такой случай, пришел человек 190-й Мерседес. Я думаю, боже мой, что там 190-й Мерседес вообще непонятно. Начали копать, ну, выяснять, а это какой-то коллекционы, там у него какие-то шильдики, там... И что, я теперь вас хочу спросить, и чем закончилось? Ну, чем закончилось запчасти? Нет, нет. На самом деле, да, на самом деле это был такой Мерседес. На самом деле у него стояли... Уникально. Да. Там он, значит, 2,5, причем не дизель, а бензин и какой-то вот мотор у них там есть. Я вот сейчас... Суперский, да. Ну, не то, что он суперский, просто этих машин было выпущено какое-то очень ограниченное количество, в какой-то такой комплектации, что он его... Даже этот коллекционный Мерседес с левым рулем привез из Японии сюда за какие-то там сумасшедшие деньги, по-моему, тысяч за 30... Вот не знаю чего, ну, в смысле, не деньги, конечно. Вот. И вот, на самом деле, такая машина была. А встречный вопрос. Застраховал на какую сумму? На сумму раритетную? Ну, в зад по ГПОшке въехали. А в зад по ГПОшке? Да. Просто вопрос был в том, что, вот как ты говоришь, вот этот 905 затертого года, ему и бампер такой-то поставили, что 905 затертого года, он говорит, не-не-не, ребята, у меня, извините... Нет, ну, новый, понятно, ты бэушный такой не купишь, их здесь просто нет. Но можно же определиться, то есть задача-то эксперта определить, найти, где находится такой бампер новый, сколько он стоит, с учетом радиационного износа, потому что машина не новая, и определяется сумма. Да, так и сделали. Ну, а оценщик сказал, что там у тебя... То есть оценщик допустил ошибку? Да, он просто не раскопал по бин-коду... Недостаточно грамотно отработал свою часть, скажем так. Он сказал, что у тебя просто самый обычный бампер, а бампер состоял из двух частей. Бампер, который дорогой, потом какая-то накладка, вот по нему тоже стоит столько же, сколько и бампер. Бампер стоил тогда около 300 тысяч, это до девальвации еще, и вот эта накладка тоже там, что-то 340. Девальвация, цены растут, это самый больной вопрос для страховщиков. Ну, мы не будем сейчас... Тарифы остаются прежние, а цены растут, расходы на восстановление, да. Ясно, а что еще требует, что несоответствует договору? Ну, к примеру, я не знаю, что интересное требовали. Ой, давайте, гораздо интереснее другое, как себя ведут. Как себя ведут. Как себя ведут. Потому что очень часто, вот, вы знаете, до того непонятные ситуации и смешные, юмористические даже ситуации, когда приезжает на аварию, допустим, женщина, я всегда, я смеюсь. Вот в разных интервью... Тебя, конечно, обвинят. Да, обвинят меня, серьезно обвинят, потому что скажут, что вот вы против женщин что-то имеете, а женщины, на самом деле, самые аккуратные водители. Я не знаю, где эти женщины живут, но в городе Алматы таких очень мало, то есть аккуратных водителей. Ага. До смешного, когда женщина, значит, сталкивается и говорит, а меня он должен был пропустить. Его спрашивают, ну, наш аварийный же комиссар спрашивает, женщина, почему вы должны были простить? Потому что я женщина. Да, я же женщина, то есть он должен был меня пропустить. Я лишний раз говорю, что на дороге нет ни мужчин, ни женщин. На дороге есть участники движения, все равно. Водитель – существо бесполое. Да, совершенно верно. Либо хамство на дороге элементарное, то есть, которое на нынешний день имеет очень большое место, чем дальше, тем больше. Потому что качество вождения год от года становится все хуже. Я в советских времен 76-го года за рулем, то есть только не живу. Но, тем не менее, я могу сравнить и скажу, что качество вождения год от года все хуже и хуже. И процветает хамство. Ну, с российским хамством, конечно, не сравнить. У нас немножко народ более такой адекватный, хотя в последнее время все больше и больше неадекватов на дороге. К сожалению, это так. И это причина многих ДТП, то есть, когда не пропускается, когда, значит, стараются проскочить на светофоры, начинают шашечить на дороге, то есть, играть в шашки. А когда гонки устраивают? Гонки устраивают. Даже автобусники гонки устраивают в погоне за клиентом. Вообще страшная вещь, когда летит такой барак, значит, обгоняют другую, выезжая со своей полосы, которая уже отведет в городе полоса. Страхует этих смелых парней? Ну как, страховые компании страхуют, потому что обязанность застраховать. Выгодно, вы имеете в виду? Не вам, меня спрашивают, выгодно ли ЛГПО, да? То есть, обязательное страхование гонки проводят. Это отдельная тема, наверное, для отдельного разговора. Ну, хорошо. Про мошенничество. Я смотрю, твоя любимая тема, ты ее мусоришь, мусоришь. Надо выпустить джина из бутылки, поговорить про страховое мошенничество. Часто ли сталкиваться приходится? Вообще, в практике, ну, наверное, в практике страховых компаний сейчас все чаще и чаще. Я скажу так, что на заре страхования, когда только пришел, это были единицы. И, как правило, мошенничества были достаточно глупые. Совершенно глупые мошенничества, которые бы легко расследовать. Ну, любые. Чаще всего это автоподставы, когда меняют машины на дороге между собой. То есть, кто прав в канонат, меняется местами, потому что один застрахован, другой не застрахован. Это на заре страхования. Когда еще не были застрахованы, люди все абсолютно по обязательному страхованию. То есть, имело место, кто-то человек, он не виноват, он переставляет машину, оказывается, что он виноват. Потому что у него есть страховка. Вот и все. Ты же скажешь, что ты виноват. Да. Вот все нормально. Все это делать. Ну, это примитивные виды страхования. Задним числом. Да. Примитивные мошенничества, с которыми, в общем-то, легко и просто было работать. Схемы известны. Они как в России, так как за рубежом. А давай классифицируем. Смотри. У меня, моя классификация такая. Есть мошенники юридические лица. Ну, либо кто-то у них там такой вот умный. Есть организованная такая вот мошенническая некая группа. Которые зарабатывают. Да. Которые зарабатывают в страховых случаях. А есть граждане. Обычные граждане. Секретивные мошенничества. Вот. Самый яркий пример такого мошенничества – это фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда бунша которого обокрали. Сначала говорит, посмотрите, что случилось. Украли кинокамеру, значит, заграничную, парсигар отечественную, куртку замшевую. Когда он сидел с собакой на лестнице, то о собаке он рассказал уже немножко другую историю, что украли три кинокамеры. А то, что сумма ущерба не измерила и возросла ровно в два раза. Да. В три раза. Уже был коэффициент три. Это один из видов мошенничества. Потому что зачастую люди не подозревают в том, что они уже мошенники, когда пытаются завысить сумму ущерба, которым реально причинен. Это нормальная работа. Но тем не менее. Люди желают получить больше, чем им положено. Отсюда появляются три портсигара, три куртки вместо одной. Это на подсознании? Это алчность? Конечно, алчность. А что же еще это назвать? Алчность – это когда ситуативное мошенничество. То есть мошенничество происходит на момент, когда уже страховые события произошло. Реальное страховое событие произошло. Человек не ожидал, но оно случилось. Обокрали ДТП или пожар. И он начинает нагонять. То есть он начинает увеличить сумму ущерба. Желая получить в страховой компании не просто тот лимит, который ему обязан, а больше. А вот он это решение сразу принимает? Нет, конечно. А почему он приходит к такому решению? Сначала, наверное, надо переспать с этим делом, а потом уже начинать нагнетать. Хотя, если мошенничество подготовленное, о чем мы говорим в следующий момент. То есть реально работает мошенник, и он надеется, что на бане страховой компании, и он создает свою ситуацию. Как будто это произошло. Инсценировка страхового события. Он достаточно подробно его готовил, мыслил, все делал. Естественно, у этого мошенника все уже продумано. То есть заранее продумано. Он уже разложил все дорожки, по которым он будет доказывать страховые события, размер ущерба и все остальное. Но это уже профессионал мошенник. То есть тот, который готовит события изначально, он даже еще не застраховал тот объект. Много таких. Я не скажу, что очень много. Я могу сказать сравнение. Работая в России и в Казахстане, скажешь, в Казахстане меньше. А в России больше? В России больше. На тех передачах говорили, что в России все-таки люди страхуют больше и имущество, и жизнь, и автомобили. Видимо, она связана с тем, что это больше застраховано. Да, больше застраховано. Неизбежно. Все пропорционально. Чем больше будет объектов застрахованы, видов страхования, тем больше будет мошенников, связанных с этими видами страхования. Ну вот Россия еще набрал популярность. Такое явление называется автоюризм. Ну это наши помогали. Другими словами, да. Другими словами, да. То есть это как в законе, да? Да, они в законе. Ребята в законе, все по закону, все нормально, но… Грамотные юристы, они потрошат страховые компании, значит, наживаются на этом, достаточно большие деньги делают. Вот. Это то, с чем борются страховые компании, как у нас, так и в России. Постоянно борются? Ну, с переменным успехом, скажем так. Ну, борются, стараются постоянно, потому что это убытки, это непосредственно убытки компаний страховых. А это, значит, те деньги, которые доверчивые люди сдали в страховые компании в надежде, что этими деньгами помогут им, когда произойдет страховое событие. А на самом деле эти деньги используются нецелевым образом, скажем так, их стараются забрать мошенники. Это те же самые помогайки или автоюристы в России, то есть от этого куска, который собран для того, чтобы обеспечить все население там, кто застраховался, они от него стараются кусочки свои откусить и потихонечку стырить. А с жизнью и здоровьем мошенничают? Мошенничают. А как мошенничают? Ну, мы не будем говорить о глобальных вещах, когда человек поехал на рыбалку, утонул и исчез. На самом деле он не исчез, а он где-то поменял фамилию на другую и живет в другом районе. Рыбачит в другом месте. Да, рыбачит в другом месте. Это классика на экране, особенно такие страховые случаи, популярные на Западе, когда происходят такие вещи. То есть бывает, когда супруг заинтересован в том, чтобы супруга его исчезла с горизонта. Или наоборот. Две или три передачи назад. Да. Но страховочка была колоссальной, человеку останется за счет гибели своего супруга или супруги достаточно безбедно прожди остаток жизни. Японку приговорили к смерти за то, что она убила трех своих мужей, заработала 8,8 миллиона долларов и покушалась на жизнь четвертого. У нас попроще. Я вот имел такую практику, когда застрахованы у нас по здоровью, люди имели травмы. Это был период как раз, когда безработица полная такая, то есть народ у нас находился в кошмарном состоянии. И в этот момент начали вдруг активно страховать. Страховать здоровье. Страховать не где-то, допустим, город Тимиртау, где достаточно маленький город, там производство встало, то есть все встало. Вдруг бум страхования. Почему страхуют? Люди занимают друг у друга деньги и страхуют. Может вспомнили, что гострах есть? Да, нет, ничего подобного. Значит, это была целая цепь, то есть люди страховали достаточно серьезно. Там за каждый паломный пальчик можно платить, ну хорошие деньги можно было получать. Но люди страховать страховали, но объективно не происходило ничего. То есть вы понимаете, это случайное же событие, ну шоу, шоу упал, да, очнулся гипс. Вот, но не происходит. Вот ты деньги отдал, занимал у соседей, а не происходит. И вдруг бах, у меня сообщение. Одна семья там такая интересная была. Значит, то зубы упало, выбило два зуба, гражданочка. Потом на ноге фаланга, значит, пальцев повреждена. Потом на руках два пальца поломаны. Но странно, все это в течение года, то есть года страхования. Вот такая невезучая тетка. Странно было, естественно, это вызвало подозрения. И таких случаев очень много было по Тимиртау, то есть подозрительных. Даже были случаи, когда нам прислали документы о том, что, значит, сломано бедро, да, у человека. Мужчина все, а мы посмотрели, извините, я сам биолог, да, а это женский таз, то есть на снимке. То есть это совсем даже не мужчина. Пошли в больницу, вытащили снимки? Естественно, пришлось поехать туда и начинать расследовать что-то на место по всем этим самым интересным страховым случаям. А как ты расследовал? Но самое уникальное, самое уникальное, я сейчас отойду, это вот с этой женщиной, которой зубы вылетали и пальцы. Я, когда проверял по медицинским делам поступления, то есть журналы поступления больного, журналы абсолютно все зарегистрируются в больницах. Вот, в том числе снимки, когда снимки делались, то есть все подробно, для того, чтобы понять страховые события или нет. Мошенников мы там нашли, это вот с бедром, который товарищ там был. Значит, а вот у этой женщины все было нормально, она реально получала эти травмы. Я понять не мог, в чем дело, почему так, на самом деле невезучая тетка какая-то. А потом я поговорил с соседями, вы правы, поговорил с соседями. Семья абсолютно без доходов со стороны. Вот у них деньги заканчиваются, муж ей выбивает два зуба. Прекрасно. А когда зубы кончат, что делать? Я не знаю, когда. Может почки начнут продавать. Но, тем не менее, и все страховые случаи, которые были, вот со слов соседей, да, потому что они живут рядом, они видят, между собой информация идет. Человек врезал на кухне, рассказал, как он заработал, за это отпали трехмесячную зарплату. Вот, поделились, люди добрые, значит, они рассказали, как это происходит. Деньги закончились, палец сломали, то есть эти углом шаркнули, все, палец сломан. Фиксируют, делают, все реально, рентген, драйв, страховые события. Ну, это какая-то самоотверженность. Вот, самоотверженность. С пожарами интересные вещи. Вот пожары, как правило, пожары вызывают сразу момент, мошенничество, коль уж мы поговорили про мошенничество. Пожар скрывает все, да, то есть все следы, недостачи, там, возвраты, там, нереализованный товар, который не могут продать, там, долги, чтобы покрыть срочно. Пожары покрывают все. Поэтому к пожарам, к страховой компании особенно пристально относятся и расследуют тот и до этот момент. Причем, у меня был очень интересный случай, когда был пожар, значит, я не мог понять, большой склад, возгорание в углу склада произошло, там, якобы, значит, что-то, само возгорание. Вот, а основную сумму ущерба составил материал, из которого делались вот эти тетропакеты, немецкий материал, исходный, ленты такие, из которых потом будут делать тетропакеты. И весь этот материал, то есть гигантский, полный склад забит, значит, исходный материал, он был залит водой, якобы время тушения пожара. Я понять не мог, пожар в углу, а залили всю площадь. В смысле, горело вот где-то вот тут, а… Да, документально все подтверждается, то есть все нормально, все. Но меня смутил немножко один документ, который мне усиленно пропихивали, условно говоря. Это о том, что вот этот вот товар после намокания тетропакетов, он уже не готов, то есть он не может использоваться для тетропакетов. Ну, то есть пришел в полную негодность. В полную негодность. И поэтому, значит, основной убыток по этому пожару, это были вот это вот исходный материал для производства тетропакетов. Вот, когда сделали запрос в компанию, которая поставляла, выясняется, что сроки вот этой поставки, этой компании непосредственно, заканчиваются. То есть исходный этот материал, он уже теряет свою ценность. Он должен просто быть списан, как на убытке компании. И компания предприняла решение. То есть инсценировать пожар, залить водой вот этот вот товар, и потом объявить его для страховой компании как убыток. Ну, то есть компания решила оптимизировать свои... Да, совершенно верно. То есть не списывать, а получить за это 100% убытки. А что, сами заливали? Пожарники заливали. Зачем? Все было достоверно достаточно. Вызвали там пожарников, огонь горел, то есть там следы копоти есть, следы возгорания. Все достаточно убедительно. Ага. То есть, как говорил Лёлик, буду бить больно, но аккуратно. Да, аккуратно. Все будет достоверно. Все достоверно. Но тем не менее, мошенники не понимают, что всегда остаются следы. Следы неизбежные. Остаются любое мошенничество, самое сложное, какое бы ни было там задумано. Следы, если желать найти, можно найти. То есть мошенники об этом почему-то либо забывают, либо идут на свой страх и риск. Либо думают, что в страховой компании сплошь и рядом сидят настолько доверчивые люди, которые верят только... А нашли, что дальше с ним делать? Вопрос интересный. Во многих компаниях заканчивается, к сожалению, только на стадии, что заявитель забирает заявление и пишет отказ о том, что он не имеет претензий в страховой компании. Хотя, на мой взгляд, это неправильно. Если мошенничество есть мошенничество, оно должно быть наказуемо. Я бы мог даже сейчас обратиться, консолидированный ко всем страховым компаниям, давайте, ребята, просто сажать таких людей. Сажать мошенников, пособников мошенникам, потому что зачастую люди думают, что если они помогли увеличить, необоснованно увеличить сумму ущерба, то они не мошенники, ничего подобного. Они такие же мошенники. Пособники, я как юрист говорю, они пособники, организаторы. Сажать, сажать, только сажать. Другого выхода нет. Ну, а страховщики-то мошенничествами. Как вам сказать, что назвать мошенничеством? Подробнее, пожалуйста. Не хочет страховщик платить. Я знаю, что самый популярный вид, я не могу сказать, что это мошенничество, самый популярный вид – затягивание сроков рассмотрения материала. Хотя законодательно по обязательным видам страхования сроки строго определены. Можно на это пожаловаться. Мы говорим сейчас о шантаже. Многие клиенты начинают шантажировать страховую компанию тем, что мы нажалимся в контролирующий орган о том, что вы нарушаете сроки. Многие компании уже обожлись на этом, поэтому сроки соблюдаются. Но по добровольным видам страхования бывают такие вещи. Или начинают затребовать документы, которые, собственно, и не нужны для того, чтобы определить размер убытка, достоверность страхового события. Я знаю, что достаточно на многих компаниях работал на рынке Казахстана. И есть такие вещи, когда от руководства поступают… Ребята, немножко затяните конец года. Помните, да? Да. Помните такая вещь, да? Что к концу года… Давайте в следующем году выплату сделаем. И вот эти горы выплатников растут, потому что их искусственно задерживают по вторичным каким-то признакам, документам, которые не совсем обязательны. Можно иметь, но можно без них заплатить. Вот я считаю, что это недобросовестно, конечно, по отношению к клиентам. Имело место. Я знаю, что в практике это было такое. Это уменьшение убытков компании самыми разными способами. Сейчас страховщиков очень серьезно мониторит Национальный банк. За любую, как говорится… Даже когда есть доказательство, что это неправомерная выплата мошенничества, страховщиков все равно… Ну, кстати, это, наверное, во всех компаниях мира. Выплата по мошенническим случаям, когда нецелесообразно расследование. То есть, когда затраты связаны с расследованием страхового случая, они перекрывают саму сумму убытка. Значительно перекрывают. По мелочи, конечно, совершенно верно. И во многих страховых компаниях Запада имеется даже фонд, который это покрывает. Все нормально. То есть, это идут на мелкие мошенничества. А само мошенничество, оно меняется в тот год в год? Конечно, меняется. Это же как наука, это эволюция мошенников. Почему? Потому что постоянно появляется новая схема мошенничества. Потому что старые схемы, они входят в серию, они уже становятся популярными у народа. Отрабатываются. Да, отрабатываются, они ширятся, выходят в народ. И чем чаще она выходит в народ, тем больше она распространяется по территории страховой деятельности разных компаний. Естественно, эту форму мошенничества уже узнают в компаниях, ее пресекают на корню, либо ее видят изначально. В то время как новая форма мошенничества, то есть, недавно вновь изобретенная, ее еще не видно. Она еще в серию не пошла. Поэтому пока ее страховщик не увидит и не поделится между собой информация об этой форме мошенничества, новой форме мошенничества, значит, она может проскальзывать. То есть, мошенники могут получать. А откуда приходит мошенничество или наши изобретают? Вы знаете, на мой взгляд, большинство мошенничества, наших изобретателей тоже, конечно, хватает. Но мне кажется, что большей части все-таки, вот при всем уважении к россиянам, видимо, у них там мошенники более мозговитые. Или более оперативные в своей жизни. А их там больше, наверное. Можно территория больше, поэтому их больше. Потому что мы замечали, что у нас в городах сопредельных с Россией именно российские схемы мошенничества срабатывают. И чаще всего это с автотранспортом связано. Одинаково. То есть, я сам ловил мошенников, которые на территории Челябинской области ездят в командировку по нашей аварии. То есть, это суровые ребята? Не скажу, что это целая группа мошенников. Но, как правило, если это группа, то там обязательно подтянут замечательный юрист, который будет работать. Это обязательно есть один из бывших или действующих сотрудников страховой компании. К сожалению, это так. Ученый назовем его так. Ученый, да, назовем так, который прекрасно знает всю кухню страховую и этим пользуется. И так называемые шестерки, которые работают за исполнителей. За исполнителей. Есть уникальные дядьки, которые полностью от начала до конца ведут все это дело. То есть, они упернуты. Они имеют маломальское юридическое образование. Ну, условно говоря, последний мой мошенник, он сам владелец СТО. Значит, он естественно владеет полной информацией по автомашинам. Он может заменять запчасти с одной машины на другую, покупать сбитые машины вот эти запчасти, устанавливать на свою машину и инсценировать ДТП или ущерб по каске. Дядь Вов, ну, к сожалению, время подходит к концу. Один совет от тебя, как все-таки сделать так, чтобы не попасть на логию мошенников, получить страховую выплату в срок и в полном объеме. Граждане, обращайтесь напрямую в страховую компанию. Не надо слушать ни помогая, ни каких-то помощников, ни соседей. Непосредственно в страховую компанию. Работайте непосредственно со страховщиком. Без каких-либо посредников. То есть, с тем, кто вам обещал. Конечно, кто обещал, тот обязан исполнить. Это самый прямой и достоверный путь. Спасибо тебе большое. Интересно, мы закончили на ноте страхования криминальное. Надеюсь, что все-таки оно будет нормальное. Время нашей беседы, к сожалению, подошло к концу. В студии был Веревкин Виталий и Владимир Зайковский с передачей со страхованием ноты. Мы обсуждали сегодня тему страховой случай. Все-таки страхуйтесь и правильно получайте страховые выплаты. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова